Ветеранам в эти дни регулярно звонят, юные новосибирцы поддерживают пожилых людей во время самоизоляции. Чтобы сократить риск для здоровья, волонтеры теперь реже навещают своих подопечных, но постоянно разговаривают по телефону, спрашивают о здоровье и даже поют песни. Елена Богатырева подробнее. Здравствуйте, Евгения Угоровна. Здравствуйте, Таня. Мы вас не отвлекаем? Нет. Мы бы хотели узнать, как вы себя чувствуете. Настроение хорошее, все нормально, погода хорошая. Конечно, вирус немножко угнетает, но это же природа, это жизнь, в жизни все бывает. Обычно к Евгении Угоровне, ветерану труда, юные активисты приходят в гости, помогают поддерживать порядок в доме, покупают лекарства и продукты. Теперь регулярно звонят и даже концерты по телефону устраивают. Сиреневый туман над нами проплывает, осенья звезда над трамбуром горит. Выпускница Софья Перевалова между подготовкой к ЕГЭ и поступлением в ВУЗ успевает поддерживать ветеранов. Говорит, общение с ними – это постоянный обмен настоящими эмоциями. У молодежи как-то намного проще переносить самоизоляцию, так как есть доступ к интернету, к социальным сетям, различным курсам. А у бабушек, дедушек такой возможности нет, а если есть, то и очень мало. И очень сильно не хватает общения, а когда звонишь, получаешь очень много положительных эмоций, так как бабушки все рассказывают, делятся своим. Импровизированный центр связи с ветеранами организовали в ресурсном центре Кировского района. На их участке 17 участников войны и тружеников тыла. Трое волонтеров отряда Совет Бугринки обзванивают их через день. К каждому разговору ребята готовятся, подбирают темы и песни. Мы, во-первых, подготавливаем номера телефонов через Совет ветеранов. Мы сами обзваниваем этих людей, смотрим, какое настроение. Почему? Потому что все-таки люди должны быть с позитивом. Потому что это общение с молодежью, и все должно быть правильно. И в День Победы волонтеры обязательно позвонят каждому ветерану, поздравят с праздником и споют вместе песни военных лет. Елена Богатырева, Алексей Фазлеев, Сергей Хлопов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.